История развития селекции Неотрывно связана с историей нашего института И когда с самого начала еще нашей деятельности Это был опорный пункт И тогда еще мы начинали Начиналась здесь работа Работа начиналась селекционерами Аратовским Потом другими селекционерами Но я хочу сказать вот о чем Я хочу сказать о том, что почему Черешня Почему в Мелитопе Уникальное место И наверное недаром здесь началась работа Началась работа сейчас с практической Такого интереса, чисто может быть коммерческого Как и сейчас Здесь у нас есть Филибер Здесь у нас есть Корватский И вот Корватский был таким энтузиастом-врачом А Филибер был больше таким меценатом И вот они здесь на территории нашего первого отделения Это вот там северная часть Мелитополя Начали садить первые сады черешни Это был такой вот интерес Завозились за границей Почему выбрали это место Здесь находится уникальная почва Погребенный чернозем Когда уходил отсюда ледник А у нас здесь ледник был, краем шел Вот он уходил отсюда И здесь остался песок, когда он таял А под ним плодородная земля И здесь где-то 90 сантиметров песка И дальше потом где-то полтора метра Плодороднейшего чернозема Черешня любит тепло Она культура по происхождению своему теплолюбивая И вот это такой вот почвенный рельеф Или почвенная такая разность, как мы говорим Была для нее уникальной Она имела и питание глубоко там к корням И здесь почва прогревалась И тут уникальный вкус черешни с первого отделения Больше воспроизвести уже практически нигде нельзя Потому что оттуда она, как говорится, есть пошла И потом дальше стала уже распространяться По остальным территориям Но та почва дала, в общем так сказать, толчок Она показала, какой она может быть Именно, наверное, благодаря вот этому уникальному местоположению Мы имеем именно вот эту славу Мелитопольской черешни Потому что ее тогда оценили многие и в мире И вы помните, или может быть знаете Французы в свое время даже У нас ее брали на экспорт Ее доставляли, тогда не было холодильных установок Доставляли в бочках, залитых специальным раствором И была во Франции, был специальный в Париже магазин Назывался Мелитопольская черешня Этот бренд теперь у нас тоже продолжает существовать Ну вот такая история И, конечно, естественно, параллельно с этим коммерческим интересом Возник интерес к улучшению сортов Потому что то, что привозили, не всегда оно отвечало требованиям здешним Здесь значительно суше, чем в Европе, чем во Франции, допустим, или где-то еще Поэтому работа по созданию новых сортов Началась Михаилом Тимофеевичем Маратовским И дальше продолжалась Николаем Ивановичем Туровцевым Который у нас до последнего времени работал, сейчас на пенсии Множество сортов создано Если говорить о количестве, это больше 150 То, что сейчас в реестре, это 44 Ну, 43 сейчас Поэтому это те сорта, которые уже опробованы Которые получили признание Которые считаются самыми-самыми лучшими Но есть много и форм Вот тут вот на этой выставке, мы видим, есть номера То есть то, что сейчас еще проходит испытание И, может быть, в перспективе будет сортом Что касается нашей работы То отдел селекции работает с момента основания станции Потом институт, а теперь опять станция Но, тем не менее, все время За это время отделом больше 250 сортов создано Мы работали по многим культурам Сейчас по шести плодовым культурам Яблоня, груша, черешня, вишня, персик и абрикос А еще раньше была селекция земляники Была селекция айвы Некоторое время мы занимались сливой, но очень недолго Таким образом, получается, что мы охватываем Большой такой спектр плодовых культур И если посмотреть сегодняшний современный реестр То треть сортимента, находящегося в государственном реестре Это сорта, созданные в нашем институте То есть это не так и мало И сейчас вот здесь мы видим с вами очень такую небольшую часть черешни и вишни Сейчас сезон этих культур И вот здесь экспериментальные продукты переработки Мы, кроме того, что занимаемся селекцией, созданием новых сортов Сортоизучением И изучением, в том числе в качестве одного из элементов сортоизучения Изучаем, насколько эти сорта пригодны к разным видам промышленной переработки Компоты, соки, варенье, пюре Мы пытаемся дать такую оценку сортам Раньше мы изучали еще на пригодность к сухофруктам Вернее, к сушке У нас была раньше еще, сейчас она немножко прикрылась Экспериментальная линия, которая делала вино Плодовое, плодово-ягодное вино Ну, то есть такая вот работа большая Опыт есть, какие-то наработки существуют Что касается плодов, я хочу сказать, что это очень такая благодарная наша работа Для нас, во всяком случае, очень интересная Потому что плоды, вот эти вот фрукты, являются наиболее полезными для человека продуктами Это аутилитичные продукты То есть те продукты, которые самоперевариваются У нас в организме для этого есть все условия Они содержат сейчас здесь в себе эти клетки, вот этих наших свежих плодов Содержат все необходимые вещества и ферменты для того, чтобы перевариться И человек, съедая фрукты, не тратит для этого, если это, допустим, не консервированное, а свежее Не тратит для этого никаких собственных практически ресурсов То есть это очень экономный вид питания И если так говорить, как сейчас современная молодежь Люди заточены под фрукты Это самое лучшее, что может быть в питании Но все еще лучше, это ягоды Это еще лучше А фрукты, это уже, так сказать, очень хорошо И вот в данном случае такие вот, как вишня, черешня И сейчас я вам расскажу еще немножко о гибридах между вишней и черешней Но мы поговорим сейчас еще о той пользе, которая есть Яблоки, я думаю, что люди все знают, содержат хлорогеновые кислоты Они очищают наши сосуды от плохого холестерина Которые могут вызывать закупорку, инфаркты, инсульты и так далее Груши это источник хлорогеновой кислоты Которая восстанавливает мочеполовую систему Оздоравливает эту систему, поддерживает почки А это чрезвычайно важно для современного человека Когда у нас есть масса консервантов Масса, так сказать, ядовитых веществ Которые добавляют в продукты Поэтому это чрезвычайно полезно И в груши все полезно И листки, и листочки, и веточки, и плоды тем более Поэтому абрикос, вы сами знаете, что это источник калия Это поддерживает сердце И когда у нас начинается сезон, вот видите, у нас он уже начался Первый продукт наш, это гибрид наш Он у нас сейчас под номерами, Литопольский 1298 Это супер ранний абрикос Как видите, вот еще разгар черешни, а у нас уже начинаются абрикосы То есть наши селекционеры стараются Это тоже очень интересный продукт, который нам полезен Персик, вы тоже знаете, что он хорошо промывает всю систему, лимфу очищает И таким образом, если так пройти по всем культурам То мы можем с вами сказать, что все очень полезно А я хочу еще остановиться на тех, которые здесь у нас представлены Это черешня и вишня Черешня – источник биологической воды, микроэлементов, минералов очень ценных Которые в начале сезона дают человеку возможность после зимы, после тяжелой Как-то все-таки себя чуть-чуть поддержать и воспрянуть духом А вот интересный продукт, гибрид между вишней и черешней, дюки У нас их 18 У нас есть сотрудник, она дальше расскажет еще о них И это продукт уникальный с точки зрения восстановления здоровья Как раз вот сейчас, в такое начало весны, вернее начало лета Потому что кроме железа, которое содержит темно окрашенные плоды Содержит еще и витамины группы В Такой гемолитический комплекс, который очень хорошо восстанавливает кровь Очень хорошо чистит организм И у нас есть такие вот исследования, которые мы, собственно, нашли Это не наше исследование, но есть такое мнение Что если вишней съедать порядка 7-8 килограммов То очень хорошо можно оздоровить всю кровь человека Этого, в общем, считается достаточной медициной Для того, чтобы человек, так сказать, получил такой, как бы себе Вроде такого естественного не переливания, но, по крайней мере, такого диализа какого-то Что касается вишни, ну, вишни много не съешь Она кислая, это тяжело Просто практически, наверное, люди не смогут И вот это решение в нашем случае вишни-черешневые гибриды Которые имеют в себе все эти полезные свойства Плюс не такую высокую кислотность Позволяет в свежем виде съедать и больше, чем 7 килограммов С большим-большим удовольствием Поэтому мы считаем для наших людей перспективными Вот именно эти дюки Вот тут вы видите уже такие довольно известные бренды, как Шалунья У нас есть игрушка У нас вот есть очень хороший, очень красивый ранний десерт Он не темный И, может быть, для тех, у кого какие-то проблемы с темноокрашенными плодами Это тоже подходит Во всяком случае, мы считаем, что перспективным направлением нашей дальнейшей И селекции, и производственного внедрения дюки И если мы будем заботиться о здоровье людей Если мы хотим, чтобы наше население, наш народ жил долг дольше То это один из тех продуктов, который необходим должен быть у каждого Может быть, там на даче или на столе И по возможности мы стараемся пропагандировать его как можно шире Потому что это очень полезно для людей Потому что черешня, ну, мое мнение, что вот ранние черешни Которые вот идут под названием гини с нежной мякотью Они более полезны для человека Ну, их просто комфортнее есть А такая более транспортабельная, на которой, наверное, Мелитопа себе славу уже составил Которую возят в Москву и дальше Вот она уже более плотная, она жесткая И, ну, не все, может быть, ее много съедят Не для всех она комфортна А вот в это время как раз начинаются дюки И они как раз вот эту вот нишу заполняют И если человек хочет себя оздоравливать То я считаю, что никак не может он от наших вишни-черешневых гибридов отказываться Мы являемся лидерами в этом направлении И здесь у нас 18 сортов в реестре вот этих дюков Поэтому, ну, может быть, там есть и вишни, но и дюки То есть разная степень проявления вишни-черешневого такого вот, как сказать, содержания Да, какое-то вот такое Поэтому очень полезный, очень хороший продукт для того, чтобы нам его есть Есть у нас, например, интересные наработки и по другим культурам Если это нужно, у нас есть сорт яблони Минкар Который интересную форму очень имеет Но, наверное, на фотографии будет показать И он еще интересен тем, что в отличие Вот если здесь у нас биохимию мы возьмем То здесь у нас сразу редуцированные сахара То есть вы знаете, что содержится сахароза Так? Но она расщепляется на глюкозу и фруктозу Поэтому в данном случае вот в косточках Оно практически уже расщеплено Почему для диабетиков считается, что это, в общем-то, продукты приемлемые Яблоки не всегда они подходят В некоторых сахарозы очень много вначале А Минкар интересен тем, что в нем сразу практически присутствуют сахара редуцированные То есть он тоже подходит диабетикам И когда к нам приезжали поляки, мы показываем результаты биохимии Они говорят, вот, как это здорово, мы будем тоже себе его брать Потому что много людей с диабетом А сейчас это стрессы Сейчас действительно их много уже среди детей даже Поэтому Минкар интересен этим Он интересен еще, у него очень такой симпатичный вид Он похож на Синап Он неокрашенный Хотя Синап в его происхождении не участвовал Поэтому мы считаем его тоже одним из таких Может быть он как промышленный по урожайности Golden Delishes не превосходит Но вот эти свои качества Его у нас для мочения берут, он очень хорош Вот эти свои качества, именно полезности Он, так сказать, демонстрирует очень хорошо Среди груш у нас есть несколько интересных сортов В том числе груша Васильна с красной мякотью Которая содержит повышенное количество биологически активных веществ Она сама по себе интересная такая Потому что когда человек кусает, а там в середине красная То есть необычно И тоже, в общем, довольно полезный такой продукт В полтора раза больше веществ полезных для организма Биологически активных содержит этот сорт Тоже фотографию мы там покажем По продуктам переработки, если мы не можем показать свежий вид То мы, когда при какие-то экскурсии Мы показываем уже в виде компотов Наиболее такой показательный вид переработки Чтобы оценить там потом универсальную пригодность Потому что если он пригоден для компотов Как правило, хорошо получается и варенье Как правило, неплохо получается, допустим, там цукаты То есть то, что мы потом дальше иногда еще делаем Если то